Новое здание переменной этажности возвели всего за два года. На это потребовалось почти 2,5 миллиарда рублей. Сегодня хирургический корпус не только принимает первых пациентов, но и почетных гостей. С вступлением в силу этого корпуса, конечно, расширяются возможности, возрастает доступность и, конечно, качество медицинской помощи, поскольку оборудование, которым оснащен корпус, самое-самое современное. И, конечно, и для главного врача, и для коллектива, которым он руководит, да и для жителей, конечно же, это очень важно, потому что существенно расширяются возможности. И я, Александр Васильевич, хотела поблагодарить вас за то, что вы поддерживаете медицинское сообщество, выделяя служебное жилье, выделяя квартиры. Я знаю, что уже к 400 приближается это количество. Двойное новоселье сразу для шести молодых врачей. Они получили не только современное рабочее место, но и обзавелись собственным жильем. Очень приятно, что это случилось, учитывая то, что еще супруга моя будет работать здесь через год, после окончания ординатуры своей. И нам вот выделили двухкомнатную квартиру. И, соответственно, жилищный вопрос отпадает. Не нужно будет этим заниматься, переживать. Квартира не так далеко от больницы, поэтому очень удобно будет. Работать коллектив будет в ультрасовременном удобном здании, оборудованном по последнему слову технике. 15 тысяч квадратных метров высокотехнологичных помещений, операционных, процедурных, диагностических кабинетов – это то, что сегодня дает возможность спасать маленьких пациентов. Но и, конечно, такое учреждение – это безопасность для ребенка и для мамы. Развитие детской медицины в Брянской области ведется постоянно и поступательно, напомнил губернатор. Мы выполняем поручение президента. В 2017 году был открыт по поручению президента перинатальный центр, где уже родилось более 23 тысяч малышей, которым ежеминутно, ежечасно оказывается самая высокотехнологичная помощь. В 2020 году был открыт в Хокинском районе города Брянска детская поликлиника, где проживает почти 16 тысяч детей. Она очень была необходима. Вот это прекрасное лечебное заведение, которое дополняет полностью комплекс, где есть поликлиника, больница, плюс хирургический корпус. Построен за счет федерального бюджета, где 1,9 миллиардов, но выделено было, и более 500 выделили мы с областного бюджета. Теяна Алексеевна, спасибо вам, правительству, за то, что вы в Брянске не забыли, дали эти деньги. Мы понимаем, что не только нужно строить лечебное заведение, а мы капитально отремонтировали и построили 168 лечебных учреждений в Брянской области, оснащать оборудованием, закуплено 3,5 тысячи различного оборудования, во вселечественном учреждении Брянской области, покупать машины скорой помощи. Но и самое важное – это кадры. Это именно кадры, кадры. Поэтому 5 лет назад была принята программа в Брянской области, где мы начали покупать квартиры и выдавать молодым специалистам. Но когда мы посмотрели, то поняли, что нужно еще, конечно, и финансовое дополнение. Поэтому в этом году приняли программу «Вратовский миллион», где молодые специалисты будут получать врачи миллион, медсестры 500 тысяч рублей. Успехов вам! Успехов в работе! Потому что ваши успехи – это здоровье наших детей. С праздником! Символический ключ от здания главному врачу Виктору Алексе вручил директор подрядной организации «Герой труда Брянской области» Михаил Кабанов. А гостям на память о Брянске – уменьшенные копии «Хрустального ключа». Подарки не только гостям, но и юным пациентам, которые с различными травмами проводят летние каникулы на больничной койке. Друзья, потерял кубку. Две. Иванка толстый. Понятно. А ты ногу? Косилкой. Ты умеешь косить? Не я косил, брат косил. Я рядом сгребал, и он мечами попал. Подкосил тебя, да? Да. Ты мой хороший. Как вам новая больница? Хорошая, удобная. Что скажете про докторов? Отличный доктор. Мой персонал очень хороший, помогает постоянно. Как вы видите, в такой ситуации, можно сказать, без двух рук помогает. Если уж не повезло на каникулах лежать в больнице, то хотя бы в хорошей больнице. Вице-премьер российского правительства вам подарки подарила имени здравоохранения. Смотрите, как его счастливы. А что вы своему руководителю, губернатору пожелаете? На здоровье, счастье, и чтобы не было проблем. Просторные, уютные палаты, внимательный медперсонал, самая современная медицинская техника, включая телемедицину. Все то, что ранее было доступно только в федеральных центрах, теперь есть и у нас. Здесь расположены пять хирургических отделений различного профиля. Детская хирургия, детская урология, андрология, травматология, ортопедия, офтальмология и лоротделения. Поэтому все пять профилей хирургических здесь расположены. Особенность нашего корпуса в том, что все отделения хирургического профиля дежурят круглосуточно, работают круглосуточно для оказания экстренной помощи. А у хирургов даже два хирурга с большой нагрузкой, круглосуточно работают. Поэтому штаты большие. Хочется, чтобы молодежь приходила, осваивала новые технологии, которые здесь мы сегодня увидели. И которыми этот корпус оснащен очень высокотехнологичным оборудованием. Поэтому нужны, конечно, молодые люди, молодые кадры. Самое главное, что с открытием хирургического корпуса детской областной больницы существенно расширяются возможности. Возрастает качество и доступность медицинской помощи. На это рассчитано и новое здание 4-й поликлиники, которое построено в старом аэропорту на улице Николая Амосова. Вице-премьер и глава Минздрава посетили этот объект, осмотрели его оснащение. Окончание строительства вначале планировалось в конце 24-го года, в декабре. Но в связи с опережением сроков подрядной организации принят наш порядок, что к 1 сентябрю данный корпус будет сдан. Здание рассчитано на 800 посещений в сутки. Кроме стандартного набора специалистов, здесь будет также женская консультация и травмпункт. Очень хорошо мы оснащены. Большое вам за это спасибо. Это и современная, я уже сказал, МРТ-КТ. Это ультразвуковая аппаратура. Как высокая, так и с высокой разрешающей способностью, так и экспертного класса. В планах руководства поликлиники развивать такие направления, как мужское здоровье и репродуктивное здоровье.